коллеги добрый день пожалуйста не пугайтесь с марина евгеньевна и все в порядке мы решили что поскольку сегодня день знакомств то микрофон должен быть в руках не только одного руководителя группы некоммерческих организаций гарант но и мне досталась такая честь я представлюсь меня зовут екатерина гудалина я исполнительный директор группы nko гарант и рады сегодня тоже быть вместе с вами и продолжить с вами работу в завершающей последнем блоке нашего онлайн марафона для ресурсных центров сила вместе третий блок мы назвали внешний взгляд марина евгеньевна анонсировала о чем мы сегодня будем с вами говорить поэтому я сразу же передам слово нашему эксперту спикеру нашему гостю сергею кобелеву серёжа product manager точка банка и основатель консалтингового агентства common guys и пока серёжа включает микрофон расскажу что серёжа наш давний друг с который как раз помогает нам и консультирует нас в разработке наших продуктов формирование нашей продуктовой линейки поэтому серёжа точно в контексте деятельности некоммерческих организаций и ресурсных центров и я надеюсь что он сейчас поделится с нами своим профессиональным опытом по созданию продукта серёж передаю слово большое спасибо рад всех видеть по ту сторону жалко что нет никого в прямом контакте но надеюсь я с этим справлюсь большое спасибо за представление действительно достаточно долго уже мы вместе работаем много разных проектов у нас было вот но сегодня наверное я бы хотел поделиться опытом который не будет касаться напрямую н кого но будет в целом про продуктовые подходы то есть я как продукт менеджер поделюсь на своим опытом и постараюсь сейчас верхнюю уровню пробежаться вообще по всему пути того как запускать новые продукты ну и по продуктам мы поднимаем в данном случае не колбасу или хлеб на полке магазина продукты которые доносят какую-то пользу нашим клиентам это могут быть и сайты может быть это какие-то проекты то есть любая активность которая как-то взаимодействие с нашим потребителем вот я шарю экран и буду показывать экранчик видно вроде да я извиняюсь меня сегодня что с голосом случилось поэтому буду периодически покашливать и хрипеть надеюсь мне это простят и так наша тема сегодня шаги инструменты запуска продукта темы на самом деле было две с моей стороны но скорее всего я уложусь в одну потому что захвачу сразу оба направления вот но и потом здесь 82 слайда и я надеюсь мы как это все переживем крепитесь и держитесь друзья погнали в общем это я я продукт . банки как как я говорила я кофаундер консалтинговой компании команд гайз мы занимаемся помощью продуктовых подходах реализации продуктовых подходов финтех их банках альфа банк мтс банк недавно мы закончили большой проект с азербайджаном собственно помогаем выстраивать процессы помогаем запускать продукты помогаем обучать продуктов всяким таким полезным вещам здесь стоит сказать кто такой продакт менеджер это по сути маленький seo маленький владелец продукта внутри большой организации ну например в альфа банке там смешно сказать но я был продуктом чата то есть чат в котором клиенты пишут и задают вопросы и общаются службы поддержки вот по сути я отвечал там за него то есть маленькая несложная казалось бы задача которая по сути превратилась большой проект потому что у нас были чат-боты и прочие всякие интересные вещи вот собственно наша сегодня задача пройти по семи шагам они здесь сейчас перечислены собственно таким образом строится чаще всего весь процесс по запуску проектов продуктов я буду периодически там подменять одно другим говоря про проект и буду думать про продукт и обратно вот поэтому не путайтесь пожалуйста то есть классе конечно начинается того что мы пытаемся найти идею с которой мы хотим зайти на рынок или там зайти возможно на какие-то грантовые истории если касаться это будет нко но если мы говорим про бизнес про стартапы то следующий шаг всегда это аналитика рынка то есть мы должны понимать куда мы выходим с кем мы будем конкурировать третий шаг это мы должны понять для кого мы этот продукт делаем и действительно ли в нашей аудитории есть такая потребность в этом продукте далее четвертый шаг мы должны понимать куда вообще в целом наш продукт будет двигаться в ближайшей перспективе мы должны знать как наш продукт будет зарабатывать или сколько он будет тратить в зависимости от схемы по которым будем работать вот обязательно мы должны понимать как мы будем двигаться какими шагами в какой момент с какими результатами ну и собственно финально это запуск проекта вот эти вот фейерверки торты разрезание красных ленточек и все остальное находится где-то там но длинный сложный путь и я хочу чтобы сегодня мы прошли по нему опустимся в каждый шагов детальнее вот и наверное задача наша ключевая чтобы после текущей встречи у вас осталось хотя бы примерное понимание что делают продукты при запуске продуктов возможно у вас появятся какие-то зоны о которых вы раньше не знали или области например ну предположим вы услышите о чем-то впервые это вас заинтересует это будет круто и и собственно ради это наверно вся встреча наша сегодняшняя должна быть вот и в принципе у нас есть чат на трансляции пишите туда пожалуйста вопрос если будет возникать по ходу моей дискуссии возможно я какие-то слова буду говорить которые вам непонятны катя я попрошу в таком случае меня прямо перебивать чтобы я мог дать определение если вдруг такое случится если же вопросы общего характера то у нас останется я думаю в конце еще минут 10 и мы сможем пообсуждать вот но собственно буду рад если вопросы появятся будет супер круто если у вас появятся вопросы может быть после потому что презентацию предоставлю вы сможете детальнее изучить но поехали шаг номер один поиск и скоринг идеи самая наверное интересная и прикольная часть всего этого большого процесса каким образом идеи ищутся самая банальная история это брейн шторм то есть когда мы собираемся в комнате запираемся уезжаем куда-нибудь далеко в горы убираем все дистракторы которые нас могут отвлечь от этого процесса и начинаем генерить два классических правила первое мы не критикуем то есть любая идея которая пришла будь она даже самой дурацкой нереализуемой мы обязательно должны записать и записать это второе правило то есть на ключевых концепта не критикуем и записываем шторм достаточно банально простая штука я думаю многие уже этим занимались и пробовали об этом даже есть книги для этого есть даже специальные карточки для брейн шторма поэтому google в помощь очень много материалов по этому пункту написано но мы как продакт и идем чаще всего дальше стив бланк основоположник самой концепции продуктового подхода лин подход бережливого бережливого методологии он в книге который называется четыре шага к озарению говорит следующее чтобы у вас были идеи по развитию продукта обязательно общайтесь с вашими клиентами в данном случае с людьми там но мы всегда подразумеваем клиентов потому что мы делаем тут для клиента вот и наверное это такая достаточно классная ключевая штука потому что те идеи которые есть у нас голове они не всегда являются действительно какой-то потребностью у нашего будущего клиента и поэтому это отдельный большой блок про который мы сегодня в том числе поговорим о том как нам с нашим клиентам взаимодействовать как понимать его проблемами но они самые главные носители цены информации аналитика безумно полезная интересная штука там нас содержатся метрики по которым мы хотим понимать и но осознавать что происходит в нашем проекте продукте бизнесе как угодно собственно данные по этим метрикам там можно выстраивать воронки и на аналитике строится достаточно много различных предсказаний и собственно хочется сейчас показать первый кейс первую историю о том каким образом за 30 секунд можно поднять конверсию на 20 процентов конверсия в данном случае это процент перетока доля клиентов которая выполнила нужное нам действие но предположим заполнила форму конверсия в заполнении формы или купила товар предположим конверсия в покупку это интернет-банк альфа-банк где я собственно начал карьеру как продакт менеджера официально это моя первая работа была в жизни после 12 лет предпринимательства раздел конвертация конвертация в данном случае это сервис который позволяет вам перевести деньги из одной валюты в другую и мы в данном случае говорим про интернет-банк для корпоративных клиентов то есть интернет-банк для юрлиц такой раздел есть в нем пользователи могут конвертации делать собственно они заходят раздел они видят курс и но их целевое действие это конвертирует то есть перевести деньги из рублей в доллар или обратно на банк соответственно за счет комиссии его на этом зарабатывать то есть это продукт который генерирует доход для банка но мы стали смотреть на воронки оказалось что 50 процентов пользователей они уходят с этой страницы не совершив действий не совершив конвертацию это достаточно большой показатель провалах ну потому что человек уже авторизовался он уже дошел до этого блока но почему-то половина людей уходило и при этом мы видим что 30 процентов пользователей обновляют такую страничку каждые 30 секунд то есть первая метрика половина людей уходит 30 процентов пользователей обновляют такую страницу постоянно соответственно что делаем соединиться и начинаем броништорм генерируем гипотезы начинаем предполагать а по какой причине так пользователь может себя вести собрав кучу гипотез мы пошли проверять их в виде там опросов с клиентами разговоров и тестирование очень много есть инструментов для проверки гипотез это там целый большой отдельный блок вот но оказалось что две из них выстрелили больше всего первая история это подписаться на курс то есть я хочу подписаться и получить уведомление там по sms push или на почту о том что курс достиг определенного параметра размера либо еще проще просто конвертировать мне деньги при достижении определенного курса как результат мы получили плюс 20 процентов конверсии вот конвертацию это на самом деле очень большой показатель который по сути у нас получился благодаря тому что мы просто посмотрели на данные то есть не изучая даже изначально потребности клиентов мы просто посмотрели на показатель мы видели что пользователи постоянно обновляют страницу и сделали соответствующие выборы собственно поэтому можно сказать что данные это очень клёвый источник идеи но давно часто могут обманывать либо мы можем неправильно их интерпретировать поэтому здесь нужно быть очень аккуратными осторожными но по сути не пренебрегать ими а еще один очень клёвый блок это конкуренты блок с точки зрения генерации каких-то идей которых у нас возможно там нет нужно реализовать почему конкуренты хороши во первых но они уже есть они что-то делают и это круто то есть у нас есть на кого опереться и за кем подглядеть мы собственно можем посмотреть какой функционал у них имеется мы можем посмотреть как они взаимодействуют с клиентом то есть как у них выглядит сайт например мы можем узнать что клиенты думают такого функционала им не хватает потому что есть отзывы в сторах или отзывы на сайтах например в случае с банками есть сайт банкеру сравниру где очень много отзывов публикуются вот и но это достаточно такая крутая крутая база для получения вот этих инсайтов для генерации и поэтому конкуренты в нашем случае они просто очень крутой очень классный поставщик новых концепций вот мы нагенерировали с вами идеи у нас их собралось очень много благодаря всему предыдущему тому что мы видели на как из них выбрать лучше под это дело есть отдельный процесс который называется скоринг идеи или приоритизации идеи по-разному могут называть здесь приведем пример и в принципе если у нас время будет позволять им может быть на нем остановлюсь подробнее но общая концепция в том что мы прописываем список этих идей мы выбираем определенные критерии по которым мы хотим эти идеи оценить супер банально субъективная оценка мы проставляем значение от одного до десяти от одного до пяти как угодно выберите сами эти значения и получаем итоговый балл делается достаточно быстро критерии вы можете определить сами критериев очень много если бить опять же запрос скоринговые методы или методы приоритизации там их вывалится порядка на 20 или 30 различных методологий с различными вот этими вот критериями и собственно дальше смотрим на то какой какая из идеи набрала максимальное число баллов ну или минимальной зависимости того как построена ваша модель бывает гораздо сложнее схема оценок например то которым мы сейчас точке используем здесь уже гораздо глубже оценка идет потому что мы смотрим например каким образом влияние на базу сколько там это приносит денег или это может быть тратит деньги может влиять на экономику или влияет на миграцию перенос клиентов у нас есть такая история как регуляторка то есть законодательство выходит и если такая штука появилась то мы просто обязаны такой функционал реализовать мы смотрим на сложность насколько мы уверены в этой оценке у нас есть здесь полоска это веса есть насколько мы умножаем мультипликатор каждого из критерий и точно так же мы получаем определенное значение с которым дальнейшем можем пойти и в реализацию собственно на этом процесс поиска из коринга идеи все мы полагаем что мы с вами нагенерили очень много крутых идеи полагаем что мы уже выбрали с вами классные идеи мы переходим к следующему шагу шаг называется анализ рынка я наверно здесь замечу что погружение она очень небольшое потому что каждый из этих блоков он может занимать полноценный курс который длятся например продуктовой метрики там или аналитик продуктовых метрика не мог длиться месяцами но я сейчас повторюсь задача в том чтобы погрузить вас хотя бы поверхностно чтобы понимали как это работает анализ рынка он чаще всего делится на три блока это анализ непосредственно рынка анализ трендов анализ конкурентов зачем нам нужно анализировать рынок чтобы понять во первых что где для кого и каким образом мы будем делать анализ рынка нам позволяет понять вообще куда мы выходим какой у нас сегмент будет какой мы можем добить кого добиться эффекта в финансах есть у нас возможности масштабирования потому что если мы выходим на рынок где у нас 10 клиентов которые платят по 100 рублей то ну а нам на реализацию требуется 1 миллион такого проекта но наверное масштабирования здесь никакого нет и в этой истории эти смысла особого нету и вот собственно чтобы понять как это работает как раз отличный инструмент который называется емкость рынка объем рынка праздновал интерпретирует на чаще всего это три таких больших круга 4 простите вложены друг дружки которые позволяют нам оценить либо в рублях сколько этот рынок занимает либо но иногда еще оценивают в клиентах там или в каких-то продажах может но чаще всего это рубли и здесь наверно тоже детально останавливаться не буду но суть в том что мы всегда идем вот сюда то есть мы достигаем вот эту вот маленькую маленький красный кружок то есть это те деньги которые мы можем заработать с вами за год а вот это дальше выше это например новый функционал или выход на новые регионные или например выход на новые ниши и собственно когда инвестор например чаще всего это инвестиционная история но она полезная в продуктах смотрит на эту схему он понимает вообще стоит ли вкладываться в проект если там какой-то потенциал с точки зрения перспективы роста то есть если там деньги анализ трендов здесь разбивка на три блока чаще всего бывает есть клиентские тренды есть регуляторные технологические возможно у вас в сфере нкау добавятся какие-то новые тренды и будет круто если вдруг там вы в чате напишите сейчас об этом то есть на те тренды вы смотрите зачем вы следите но чаще всего аналитика строится на том что делает клиент как он меняет свое поведение и собственно это тренды клиентские регуляторные тренды это все что связано с законодательством с изменением нормативов законов и прочих вещей которые влияют на нас и собственно их не можем не не учитывать при планировании наших различных процессов собственно технологические то есть какие новые технологии какие новые тренды происходят там например сфере этим на предположим из последнего блокчейн можем ли мы как-то применение блокчейн или например полная цифровизация всех данных клиента и там перенос этого всего там большие хранилища данных то есть эти вещи они тоже важны и потому что они нам позволяют посмотреть чуть-чуть дальше чем мы видим сейчас то есть расширить нашу карту мира и безумно полезное упражнение и опять же я буду много раз говорить если бить в угле технологические тренды для того то скорее всего вы найдете там одну две пять десять статей в которых будет достаточно хорошо это все расписано поэтому здесь это больше будет работать для насмотренности вашей и блок про конкурентов всегда важно на них смотреть очень плохо если конкурентов нет считается что если у вашего проекта нет конкурентов то скорее всего и нету рынка и нету клиентов потому что ваш конкурент наверное закрылись потому что вероятность того что вы попадете в такую нишу в которой конкурентов нет и в этом 1 но она достаточно мало поэтому ищите конкурентов которых есть если они есть что вас есть кого рынок отжимать просите за мой французский вот для того чтобы там клиент конкурентов проанализировать самая банальная простая история of the suit анализ который позволяет посмотреть нам на несколько критериев на во первых какие сильные стороны у конкурентов и в принципе это история она всегда ложится в обе стороны то есть мы оцениваем и себя и конкурент то есть например какие сильные строго есть относительно конкурентов какие сильные стороны у конкурентов относительно нас, какие есть недостатки в обе стороны, какие есть возможности для роста рынка, они, скорее всего, будут одинаковые, и, собственно, какие могут быть угрозы, и угрозы как со стороны конкурента, так и со стороны нашего развития. Свод-анализ – это таблица, которая состоит из четырех ячеек, которая просто банально заполняется, и в зависимости от того, насколько у нас конкурентов, соответственно, мы имеем столько таких табличек. Третий шаг – исследование аудитории, и, наверное, это самая продуктовая, самая интересная и самая популярная штука, которую вы сможете найти в сети, потому что на ней, собственно, весь рынок продуктового менеджмента и был в свое время взросшим, наверное, а потом к нему добавились все остальные направления. Здесь есть два больших блока, по сути, CGM – это Customer Training Map, это путь клиента, уложенный в некий фреймворк, в некоторый процесс, и Козьев, который, в частности, делится на Jocko Stubedan. Простите за мои английские фразы, ничего не могу с этим поделать, но расскажу сейчас. CGM – Customer Training Map – это карта путешествия клиента, карта клиентского пути, по-разному можно назвать. Я уже, может быть, кто-то из участников, кто сейчас смотрит, он видел, я уже выступал с подобной историей, но не грех повторить, безумно крутой инструмент. Это весь путь клиента от момента, когда у него зародилась какая-то идея, до момента, когда он остыл и вообще перестал про вас помнить, про ваш продукт или про вашу компанию. Простите, пожалуйста. Такая карта, такой процесс содержит, во-первых, все точки взаимодействия с клиентами, все его мысли, его эмоции, какие он цели преследует при взаимодействии с вашим продуктом, какие мотивы и какие барьеры. Выглядит таким образом. Выглядит страшно, монструозно, и я, наверное, здесь остановлю шеринг и перейду в мир. В презентации по ссылочке вы можете вот здесь потом перейти и тоже посмотреть. Ребята Perform, раньше они Hardline назывались, они прям любители собирать вот такие вот страшные вещи. Сама C-джемка выглядит вот таким образом. Я не знаю, сколько у них лет уходит на сбор этого всего, но ребята безумно молодцы. Здесь они анализируют вообще о том, что делает клиент, какие у него шаги, как он взаимодействует с нами, то есть где он находит нас. То есть, например, там в App Store, в данном случае речь идет про S7, про компанию S7. Вторая точка контакта, цель человека, какой у него опыт там был на этом процессе и, собственно, как выглядело его взаимодействие, то есть что он видел. Ребята очень сильно расширили, раньше не было вот этого большого блока красного, а сверху, собственно, они говорят о том, объединяют большими кусками пути этого клиента. То есть, например, браузинг, поиск человеком, приложение, либо попытки куда-то улететь. Дальше они говорят, мы ищем в категориях, наверное, это не так интересно, брендовый поиск пропустим. Вот. То есть, они вот эту левую часть добавили, видимо, недавно, чаще всего это чудно начиналось. То есть, ребята говорят о том, как пользователь изучает приложение на странице в App Store, с какими положительными или негативными фактами он встречается на этом пути, как это выглядит, то есть что-то там плохого или хорошего было. И дальше мы уходим, если вправо, мы видим, что он, что пользователь делает внутри приложения, как выглядит процесс обучения клиента, когда он приложение это открыл. Простите, это другое приложение, я смотрю сейчас, да? Да. Соряните. Папапам, hard client. Я еще думаю, что тут описание неправильное. Момент. СССР. Да. Все. Ну, ничего, этот мир тоже был полезный, можете его изучить. Вот, все, родной. Я еще думаю, почему зеленого цвета нету? Все, нормально. Вернулись сюда же. Речь про клиента, который, все, приложение SEO. То есть, как у него начинается жизнь? Он начинает с поиска билетов, то есть, он там собирается лететь из Москвы в Уфу, и здесь рассказано, с чем он сталкивается. После этого он покупает билет, после этого он ждет рейс, следующий блок, он едет в аэропорт, и здесь расписаны все шаги пользователя в этом процессе. Как он там начинает от того, что вызывает такси, заканчивая тем, как он заходит в аэропорт и печатает билет. Что он делает, пока он находится в аэропорту, как он летит на рейсе, и что он потом делает после рейса. Например, там он регистрируется в программе лояльности, оставляет отзывы о полете и так далее. Ребята здесь показывают, что пользователь испытывал, какие эмоции у него были, насколько для него это было важно, какие, опять же, зеленые-красные блоки, то есть хорошо или плохо это было, что можно улучшить и как это выглядело с точки зрения интерфейса. Вот, и здесь видите даже, ну, есть фотографии того, как происходило ожидание, например, в зале. Вот, и для продакта безумно важно, это субъективная картина, безусловно, но вы ее можете постоянно дополнять, безумно важно смотреть за вещами, которые являются для клиента важными и вызвали негативный эффект. То есть вот этот блок, он прямо, ну, требует какой-то важной доработки. То есть пока едет человек, он заходит в Facebook, задает в мессенджере вопрос и не получает, видимо, ответа. То есть для клиента это важно. И вот такие вот моменты, их важно править, чтобы наш клиент был доволен, рад, и все у него было всегда хорошо. Поэтому, в общем, заходите, изучайте. У них здесь есть Ашан, есть Дилиммобиль, есть вот это приложение Perform, которое мы недавно сделали. Вы знаете про CGM, CGM – это безумно круто. Возвращаюсь в презентацию. И маленькая, коротенькая история. Прошу в чатике написать ваше предположение о том, как вы думаете, сколько нужно кликов, чтобы купить Теслу. Ну, все знают Теслу, это электрокар, это машина, которая позволяет нам ездить там 400 или 600 километров уже, по-моему, без заправок и на электричестве. И все у них прекрасно, у них очень крутые интерфейсы, у них классно работают все продажи. И вот тот момент, как раз спросить GGM, то есть когда пользователь желает что-то сделать, насколько ему сложно это сделать, насколько у него много блокеров на пути стоит. Я надеюсь, там хоть какие-то ответики есть, будем думать. И я хочу просто показать пример, как это выглядит, потому что там, по сути, от двух до пяти кликов требуется. И здесь будет небольшое видео того, как это происходит на сайте Тесла. Делаем первый клик, нажав кнопку «Заказать». Мы можем здесь повыбирать цвета, повыбирать какие-то характеристики. Это выглядит похоже, как мы выбираем там iPhone, например, переходим до интерьера, но мы опять показываем, как это внутри будет выглядеть. Анимация о том, что у нас автопилот. И по сути все. Следующий шаг, второй клик – это продолжить к оплате перейти. И третий клик – это уже купить машину через Apple Pay на сайте. На самом деле, вот такие вот вещи, они безумно крутые. И почему мне хочется, чтобы вы о них думали? Потому что у нас очень много работы у вас с ребятами, которые делают донейшены, взносы, доноры, по-моему, называется это правильно. Насколько сложно донору стать донором для вас? То есть насколько ему сложно пройти путь, чтобы он нажал две кнопки и начал просто вам платить ежемесячные платежи. И вот эту вещь, ее надо очень хорошо и глубоко изучать. Как раз этот процесс с CJM, с опросом клиентов, он очень хорошо вам будет позволять этот процесс управить. Идем дальше. Что у нас по ходу? Собственно, CJM – это про клиента, а не про ваш продукт, про то, как он с ним взаимодействует, как он пользуется вашим продуктом, как у него болит или не болит что-то. И, собственно, важно, что, во-первых, ваш клиент живет и меняется. И, собственно, CJM, с которым взаимодействует, то есть CJM как путь, которым взаимодействует с вашим продуктом, он тоже меняется. Поэтому это не история, которая воздями прибита к стене. Это вещь, которая постоянно должна меняться, изменяться, улучшаться и так далее. Следите за ней. Вот еще одна история коротенькая. Вопрос. Кто на самом деле конкурент коктейлю из Макдональдса? Здесь будет небольшая история. Клейтон Кристенсен был приглашен как эксперт в свое время в Макдональдсе, если не ошибаюсь, это были в 80-е годы, для того, чтобы понять вообще, что пользователи делают и как они взаимодействуют с коктейлями в Макдональдсе. То есть достаточно простая история. Они приехали и стали изучать, смотреть в течение дня, как пользователи покупают коктейли, что происходит с ними. И оказалось, что 50% коктейлей покупается рано утром, с половины седьмого до половины девятого. Окей. Ребята ушли после этого, покумекали, вернулись на следующий день и уже стали вот в это время, в промежутке с 6.30 до 8.30, клиентов опрашивать, задавать им вопросы, а что, собственно, ну, почему вы купили коктейль, спрашивать про тот самый путь, да. Оказалось, что пользователи приезжали, брали коктейль, брали один коктейль, не брали больше ничего, ни бургеров, ни наггетсов и уезжали. Выяснилось, что большинство из этих ребят, которые брали коктейли, они дальше заходили в длинную дорогу. То есть они могли ехать ближайшие 30-40 минут до места работы. Оказалось, что для них коктейль был просто как инструмент борьбы со сном, чтобы не засыпать, потому что ты его тянешь, он долгий, это не так быстро, как там какие-нибудь снеки съесть или стакан воды выпить. Ну, такая хорошая штука. И по сути конкурента коктейлю, в данном случае, это бананы, может быть, кружечка кофе и шоколадка, которую ты будешь грызть по пути. Как вывод, что сделали ребята? Они упростили процесс покупки коктейлей на этой точке, просто банально сделав отдельный стенд, на котором можно было приобрести коктейли и не стоять в очереди, не ждать, пока сводится касса. И они изменили состав. Во-первых, они сделали коктейли гущие, соответственно, они начинают дольше тянуться. Ну, все знают про коктейли знаменитые, макдональдсовские. Вот, что там трубочка стоит и не падает. А второе, они в них добавили печенье, то есть, ну, добавили там крошку шоколадную, то есть, чтобы когда ты жуешь, кушаешь, было интереснее, то есть, у тебя внимание немножко развлекалось. Вот, собственно, к чему это привело? В тем раз увеличились продажи коктейлей в тот момент, опять же, только лишь благодаря тому, что мы посмотрели на то, как пользователь себя ведет и что он делает. То есть, дайте клиенту выполнить то, что он хочет, дайте ему сделать ту работу, вот этот Jobs to be done, как раз, работа, которая должна быть сделана. Узнайте, что это за работа, дайте ему ее сделать и поймите, для чего он ее хочет сделать. Классический пример – это дрель. Наверное, все про нее знают. То есть, клиент, он не покупает дрель, а он покупает дырку в стене. Это тот самый банальный, простой пример Jobs to be done. То есть, мне нужна дырка в стене, чтобы повесить картину, а не штука в полосмассовом коробе, который будет лежать в шкафу. Есть инструменты исследования на них. Мы глубоко устанавливаться не будем, потому что, мне кажется, я уже все время съедаю. Их много, они интересны, они позволяют опросить клиента, есть методологии, как это все делать и делать правильно, чтобы мы не продавали свою идею, а слушали о проблеме пользователя. Ключевое во всем этом, когда мы общаемся с нашей аудиторией, это понять, что у клиента болит. Вот, ну и для этого, собственно, есть набор качественных исследований, где мы изучаем самую боль, потом количественных исследований мы масштабируем, мы понимаем, как это на большой аудитории, откликается или нет, и дальше уходим в MVP и все остальное, про которое мы чуть попозже поговорим. Vision стратегия. Про нее, скорее всего, быстренько пробегусь, потому что уже сотый раз, наверное, рассказываю про Vision стратегию, но ключевая история, что это наш план о том, куда мы идем, как компания, как продукт, неважно. Я даже для себя писал личную стратегию, стратегию, чтобы достичь показателей и каких-то бизнес-целей. Когда мы один, и мы знаем, куда идти, все нормально, когда вокруг нас команда, команда смотрит в разные стороны, нам важно, чтобы мы все смотрели вместе. Поэтому мы, как SEO, как продукты, обязаны рассказать всем окружающим о том, что мы идем туда, чтобы наша команда потихонечку подняла свои стрелочки в нашем же направлении, мы вместе побежали дружно. Вот. Смотрим на фокус, понимаем, куда идти, формируем видение, определяем стратегию, как мы туда придем, и тактика, это уже непосредственно реализация. Есть два типа стратегии. Есть простая, когда мы говорим, что наш продукт должен через пять лет выйти туда, то для этого за три года он должен сделать такое-то. Прямо сейчас мы должны делать вот такое, чтобы прийти в эту картинку мира, и у нас есть такие-то ресурсы сейчас в текущее состояние. А бывает прям большая сложная стратегия, которая состоит из 18 блоков, по сути, она соразмерно инвестиционной презентации, в которой очень глубоко проработано, как видите, там и рынок, например, то, о чем я говорил, и тренды, и клиенты, и здесь у нас есть конкурентное окружение, конкурентный анализ. В общем, бизнес-модель, цифры, все вот это вот, большая взрослая стратегия, которая пишется там месяцами, например, и вот чаще всего это там уровень каких-то больших корпораций. Но никто не отменяет того, что для небольших проектов это тоже можно делать, может быть, какие-то частные случаи из этого. Финансы. Здесь два блока. Первый блок – это юнит-экономика. Это возможность нам понять, сколько мы можем зарабатывать с одного юнита. А под юнитом мы будем понимать, либо это наш продукт, ну, единица продукта, например, кружка кофе, либо это услуга. Ну, предположим, там консультация, ну, что угодно это может быть. Важно, что когда мы считаем мид-экономику, мы учитываем все расходы, наклонные, которые есть внутри этого объекта, и все расходы, которые есть в принципе, ну, которые мы несем по компании. Ну, предположим, для того, чтобы нам произвести кружечку кофе, у нас есть переменные расходы, нам надо посчитать воду, электричество на изготовление этой кружечки кофе, молоко и сами зерна. Это переменные расходы. Но при этом у нас есть бариста, аренда, электричество, которое… Электричество надо смотреть, куда относится. Но зарплата бариста и аренды – это вещи, которые они не… ну, их сложно написать в одну кружечку кофе, потому что они просто есть по умолчанию. Даже если мы кружку кофе не продадим, мы все равно аренду должны будем заплатить. Вот. И юнит-экономика, она позволяет нам понять, во-первых, ну, в каком количестве нам надо продавать объектов, ну, от этих вот юнитов, чтобы мы вышли в ноль или вышли в плюс и подумать о том, сколько у нас должно стоить максимальное привлечение клиентов. Вот. Крутой, полезный инструмент. Думал, покажу пример, но не покажу, потому что времени хватает. Следующий блок – это финмодель. Финмодель – это уже масштаб того, что мы посчитали до этого, то есть мы знаем, сколько мы зарабатываем с одного юнита и сколько нам это все стоит. А финмодели мы прописываем, как мы будем расти в течение года, может быть, двух, то есть какой у нас будет, ну, какой будет прогресс. Потому что расходы у нас сразу будут большие, потому что офис и там зарплату надо будет платить, а продаж у нас сразу много не будет. И вот, собственно, найти вот эти вот ямы, понять, сколько нам надо закредитоваться или там получить грант, например, чтобы перекрыть какие-то расходы первоначальные, это нам помогает финмодель, потому что мы видим уже картину целиком на длинной большой дистанции. Вот. Ну и, собственно, зачем это надо делать? Мы, во-первых, понимаем, ну, насколько у нас бизнес прибыльный или неприбыльный, еще на этапе идеи, а не когда мы уже развили. И вообще, стоит сказать, что весь продуктовый подход, он о том, что мы пытаемся минимальными ресурсами понять, нужно ли делать продукт или не надо. Каждый, вот на каждом шаге, который был до этого, то есть какие-то из идей мы просто отсели на этапе скойеринга, потому что мы поняли, что они просто вообще никуда не идут, и мы не дошли до того, чтобы их проверять на рынке. Вот. Какие-то идеи доходят до финмоделей и обрываются здесь, какие-то доходят на следующих этапах и там останавливаются, но какие-то добегут до конца, и мы получим достаточно успешную историю. Вот. Поэтому финмодель полезный инструмент, его нужно считать. Точно так же много шаблонов, очень много материалов о том, как это делать, если нужно будет, я могу поделиться. Следующие два блока у меня будут коротенькие, планирование, про него будет рассказывать Илья Клешнин, он после меня выступает как раз, поэтому обязательно придите, послушайте, очень крутая штука, MVP, минимально жизнеспособный продукт, это уменьшение чего-то большого, вашего гигантского продукта, который вы хотите сделать, до чего-то маленького, что мы можем очень быстро протестировать. Рик Хайман, он говорил о том, что MVP это не продукт, а способ проверить, действительно ли проблема, которую мы нашли в разговоре с клиентом, она того стоит, чтобы ее дальше масштабировать. Но мы проверяем гипотезы благодаря MVP, мы можем понять вообще, стоит туда идти или не стоит, сделать гораздо быстрее наш продукт, потому что мы найдем самую главную и самую больную историю и ее реализуем вместо того, чтобы делать что-то большое и длинное. Ну и, собственно, делать то, что действительно хочет клиент. Вот. И последняя история на сегодня. Вопрос, может ли надувная кровать быть MVP? Брайан Чески, Джок Дебиа приехали в Сан-Франциско. Дай бог, я не вспомню, какой это год был, но начало, там, наверное, доткомов этих всех периодов, может быть, 2000-х. Они приезжают в Сан-Франциско, там много конференций, там вся этишная инфраструктура, все очень круто, отели стоят дорого. Но при этом у ребят есть площадь, у них есть свободная гостиная, которая ничем не занята, и у них не хватает денег, чтобы платить аренду. Что придумывают ребята? Они говорят, а что если, гипотеза, люди, которые приезжают в Сан-Франциско, они готовы платить за то, чтобы, ну, переночевать в чужом доме? Ну, чисто гипотетически, мало ли, вдруг так получится. Как проверить? И вот здесь включается история с MVP. Если бы его не было, то, скорее всего, они бы должны были арендовать несколько помещений, может быть, сделать какую-то большую платформу или еще что-то, но ребята просто едут, покупают надувную кровать, надувной матрас, ставят ее в гостиную у себя и размещают объявление о том, что вы можете снять за 80 долларов у нас этот матрас, собственно, ну, приезжаете и спите на нем. И вот это вот как раз та история о том, что вместо того, чтобы долго, сложно планировать что-то, вот это вот все там, создавать какие-то сложные конструкции, ребята просто взяли и проверили, что-то маленькое у себя. Проект назывался у них Air Bed and Breakfast, то есть надувная кровать и завтрак, потому что они еще сказали, что давайте-ка мы добавим туда, ну, каждому гостю, который к нам приедет, чтобы он еще и завтрак получал. Надеюсь, догадались или нет, как этот проект называется сейчас, Airbnb, самая большая площадка, наверное, которая там конкурирует с букингом по аренде недвижимости и, собственно, отелей, апартаментов, комнат, собственно, они с комнатами начинали, ну, по всему миру. Вот. Маленькая идея, которая воплотилась в гипотезу, которая была проверена через MBP и была реализована как проект. Вот. Для того, чтобы потом понять, как мы, в принципе, идем, важная история – это дорожная карта. Дорожная карта нам позволяет опрозрачивать весь процесс, то есть, когда мы решили, что мы все-таки едем, мы MVP проверили, мы понимаем, что надо продукт пилить, и вот здесь начинается самое интересное, потому что нам надо получить ресурсы дополнительные, возможно, быть можно, где-то доказать, как мы будем идти. Чтобы это все дело уложить, очень классно, когда мы можем сделать прозрачные стики планирования и показать, что от чего зависит и каких целей достигнет. И, собственно, планирование. Мы говорим о том, что будет сделано к определенной дате, а с точки зрения цели мы говорим, чего мы хотим достичь. Один из последних проектов, вот мы сейчас точки делали, я закрасил здесь, убрал название задачи, убрал там детализацию, но, по сути, вот эта реальная дорожная карта, которую мы сейчас защищали перед Борисом Диаконовым, здесь рассказано о том, какой функционал будет реализован в течение года, какими командами они цветами здесь размечены, в какой момент начинается определенная сдача, в какой момент она заканчивается. Но самое главное, мы помимо этого показали, что к концу второго квартала у нас тариф такой, тариф будет подходить определенному количеству клиентов, а тариф другой для такого числа клиентов, потому что будет реализован определенный набор задач. Но за третий квартал мы доделаем новые задачи, и уже у нас там 100% клиентов будет на втором и 75% на первом. И когда мы завершим весь набор, то, собственно, вот эти вот результаты, они все будут достигнуты. Оба тарифа доступны для всех клиентов банка, прекрасно, все обнимаются, пьют кофе, едят торты. И, собственно, последний кусочек – это запуск. Мы начинаем работу, мы начинаем подбирать людей, подбирать команды, мы начинаем двигаться по нашему родмэпу, к которому мы шли, проверяя периодически, все ли в порядке у нас с финансами, идем ли мы в соответствии с виженом, тестируя периодически, что происходит в нашей аудитории, все ли окей, чекая, как у нас там с рынком, ок или не ок. И, собственно, самое главное в этом блоке – это метрики успеха. Потому что по мере того, как мы будем развивать и двигать наш продукт, нам важно понимать, а правильно ли мы идем и по каким критериям нам оценивать, что у нас все хорошо. И здесь я передаю слово Илье, следующему спикеру, потому что это вторая тема моего выступления, и он очень подробно расскажет про метрики успеха. А я вам говорю большое спасибо и готов послушать вопросы, если таковые появились. Сереж, спасибо тебе большое. Остановить или… Я думаю, что да, можно остановить. Вопросы пока еще не появились в чате, но интересные комментарии к тому вопросу, который ты задавал про количество кликов, чтобы купить Теслу. Там был вариант 100 и вариант 1. Видите, как по-разному мы ориентированы на то, чтобы купить какой-то продукт в плане удобства пользования. Спасибо тебе большое, что за 45 минут ты нам рассказал весь цикл создания и работы над продуктом. У меня только вот один маленький вопрос. Вот этот подход, который ты рассказал, продуктовый, он может использоваться для тестирования или там анализа того продукта, который уже есть в некоммерческой организации? Да, собственно. Сегодня говорили мы, что многие продукты создавались в ответ на запрос благополучателей, клиентов, некоммерческих организаций. Как бы продукты созданы, а вот протестить можно ли вот сейчас их по этому подходу? Да, безусловно. Ну, и мне кажется, это нужно делать. Это очень хорошая практика. И вот непосредственно в точке мы как раз сейчас все эти инструменты применяем на продукте, который называется бухгалтерия, который в банке существует очень долго уже. И, ну, это работает идеально, потому что построить СДЖМ, его можно только на готовом продукте чаще всего, потому что, ну, иначе это будет нашей фантазией. Когда продукт есть уже, там строится СДЖМ. оценить конкурентов точно так же можно на любом этапе, будь то идея или это уже готова какая-то рабочая история. Поэтому применять можно на любом из этапов. Я думаю, это будет всегда иметь пользу. Спасибо большое, коллеги. Действительно, такой немного, даже сильно много не тот подход, к которому мы привыкли в нашей работе, но это действительно, мы уже тестируем его и в работе над продуктами нашей некоммерческих организаций. И мне кажется, он действительно заставляет думать про клиента, как будет удобно клиенту и как будет в итоге удобно нам, чтобы эти продукты, которые мы создаем, работали в том числе и на нас, не создавая их пустоту. Сереж, спасибо тебе большое.